АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! Вот у нас сегодня осенний концерт, как я его называю, именно у нас, потому что я всегда говорю, что я не разделяю всех, кто здесь в зале, на себя, допустим, как выступающего, и на тех, кто слушает в зале. Мы все участвуем в концерте, потому что для меня очень много людей в этом зале, это близкие мне люди, дорогие мне люди, и все для меня, даже незнакомые, опять же, это важные люди для меня. Поэтому мы все здесь, наверное, как-то было сказано в известной книге Киплинга, мы все одной крови. Ну, что участники, поехали! Можно по земле ходить, не споря, и полечитая километр, Ну, а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах, ручку на себя, страст твой, небо, в небе опираюсь я на воздух, каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штабар загоняет, виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петли мне ветер подпевает, в небеса с землей перевернуться. Возмущенный поступок в полдаль, главное, мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни, как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть там он повиснет на полгода, если я котел и дождь, я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, и я рискую. Я подал на свете все до краю, замкновения те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех. Каждый день по жизни, как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Летаю с шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Аплодируйте. Аплодируйте. 1912-й, 1913-й, буквально в декабре будет 105 лет дальней авиации. Потом военно-транспортная. Их долетчики уже после Отечественной войны появились как регулярные подразделения воинские части в 1948 году. И при этом вот они оказались на острие вот уже где-то вот даже не в то время, а с 79-го года понятно, когда в Афганистане начались все эти события. В Москве проходили такие серьезные мероприятия, они не только были в Москве, а вообще по всей России, и у нас в Белоруссии, и не только, я думаю. Я выступал на торжественном вечере вот в честь этого события здесь, в Культурном центре вооруженных сил. Ну, знаете, я когда посмотрел, вот знаете, порядка 500 человек, которые там присутствовали, кстати, здесь некоторые есть, я их очень рад видеть. И я думаю, про них расскажу какие-то слова. Действующих было где-то, наверное, ну под сотню. Это тоже очень замечательные ребята, я их всех знаю, они там, ну крутые перцы, как говорят. Вот, но вот этих, остальные там 400, допустим, мы их не считали. Это вот самое, наверное, большое впечатление того и вечера, это мужики, которые, ну вот, я уже не говорю о том, что это все там в большинстве своем с орденами, там, боевыми, причем с большим количеством. И даже дело не в орденах, среди них были, и здесь есть тоже люди, у которых орденов нет. Но они натворили таких дел, потому что это просто честняги такие. Страна у нас, к сожалению, иногда не всегда, неправильно сказала страна, государство, потому что есть понятие государства, есть родина, не всегда оценивает людей, которые сделали для этого государства, ну просто невероятные вещи, и самое главное, остались живые. Потому что те, кто ушли, они всегда получат свой орден, в лучшем случае, или в худшем. Я был очень рад их всех видеть, и для меня была громадная честь для них петь. И, наверное, сегодня вот все-таки какие-то песни прозвучат именно для вертолетчиков. Хотя это, опять же, для всех я всегда говорю, и не устану это повторять. Все, что я пишу, все, что бы ни звучало, это посвящено всем авиаторам, всем, тем, кто летает, и гораздо вот этому громадному, большему количеству, тем, кто на Земле. Годы птицы улетают, по Земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не даже рубить поживо, столько лет на всех режимах в небе можжевел одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной пишем, то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручал, где, казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты, бат и та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Мин. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажом водку пили за машиной и за милля. Мы на ней, как бабка на метле, мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковёр на вертолёт. Только чаще в этой сказке, как усталая совраска, из последних в силу на всех спасёт. Терпеливо лёмку тянет и молотит лопастями, днём и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Мин. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Мин. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, нету для них теперь её родней. Их гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляп перед ней. Ввозят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбка в воде. Пусть не мёд и не глянца, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами, кружат, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Мин. Та, что в небе, а ты, вот ты та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич. Миль. Михаил Леонтьевич. Миль. Следующая песня, третья песня. Она новая, можно сказать, это премьера. С ней не все просто. Дело в том, что я на «Чужие стихи» практически ничего не пишу. Но те, кто бывает на моих концертах, знают, что у меня, или не только на концертах, а следят за моим творчеством, если так можно сказать, что у меня есть две песни всего, написанные на стихи чужих, не чужих, а других авторов. Причем это два человека, которые уже в мире ином. Это очень великие люди, я считаю. Это Иосиф Александрович Бродский, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Это Геннадий Шпаликов, драматург, сценарист. Его песня «А я иду шагаю по Москве», ну, конечно, все знают. Вот. И больше я ничего не писал. И все это было более 20 лет назад. Мне постоянно присылают какие-то стихи, ну, я не хочу сказать, ну, вот какие-то, это как-то прозвучало неуважительно, хорошие стихи, всякие, с просьбой написать, или с предложениями, положить это вот на музыку. Причем очень многие почему-то пишут, а вы потом, ну, скажите, что это ваши стихи. Ну, для меня это неприемлемо вообще, и вообще я к этому очень спокойно отношусь. Вот песня, которую я сейчас спою, совершенно неожиданно возникла. Автор, он меня не знает, и не знает, что я сейчас ее спою. Я думаю, мы найдем, наверное, с ним какую-то общую связь. Даст Бог, может быть, когда-то встретимся. Его зовут Александр Гутин. Он живет в Самаре. Я даже, я его не знаю, ну, то есть, это такая отдельная история, я потом расскажу. Он то в Израиле живет, но вроде как самарский. Он засветился в свое время в новостях, когда написал один стих про самарские дороги в предложении к губернатору, не губернатору, по-моему, а к мэру Самары. Там мэр подал суд на него. Стих оказался совершенно для меня неожиданным. Ну, вот как с теми же предыдущими двумя песнями, о которых я говорил, это были те стихи, которые я читал и сразу видел музыку. Хотя музыка — это такой фон просто. Главные слова, конечно. Дождь четвертые сутки. Ворчит старшина. Молоко попревратился в болото. На дождю все равно. Водяная стена. Загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война? Здесь не нужен талант. Грань от жизни до смерти так злыбка. Нелегко тебе здесь. Покурим музыкант. Где теперь твои ноты и скрипка? Где теперь твои ноты и скрипка? Музыканту пошел двадцать первый годок. Дым махорки. Как тонкая змейка. Три недели на фронте. Конечно, не срок. Вместо скрипки в руках трех линейка. В октябре ветер стал и прозрачней, и злей. И земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей. Белоснежных танцовщиц балета. Белоснежных танцовщиц балета. Несмотря на распутницу с лякоти дождь. Наслаждаясь невидимым танцем. Он не кашлял в кулак. Не испытывал дрожь. И в аккуртах сжимал свои пальцы. Громыхнула, накрыла окопы землей. И огнем цвета алого мака. Поднимая стрелковую роту на бой. Старшина глухо крикнула в атаку. Старшина глухо крикнула в атаку. Облака полыхали. И пули как крот. И голова под ложечкой попа. И стрелял, и бежал музыкант наугад. По размокшей земле и по трубам. Этой жизни постигнуть немыслима суть. И сражение слепой круговерти. Музыканта осколком ударило в грудь. И он рухнул. Подкошенный смертью. Дождь все льется и льется. И мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку. Затянулся, вздохнул. Эх, ну как же, сынок. Музыканты. Доволь четвертые сутки. И пехота шагала. Листвой шуршая. Что их дождь, непогода и горы. Или дело погибшего парня душа. Далеко к лебединым озерам. Далеко к лебединым озерам. Александр Бутин. Я вообще бы, ну, сегодня этого человека нет здесь. Он должен был прийти, не получилось. Это я бы ему хотел еще в том числе спасибо сказать. Это Вячеслав Владимирович Верланд, полковник. Он мне прислал эти стихи. Приходит в WhatsApp-е такое сообщение. Ну, стих. Причем мы с ним редко очень общаемся. И такая приписка. По-моему, может получиться неплохая песня. Я вот читаю. И вот, как я уже говорил. Я вот слышу эту музыку. Я ему пишу. Слава, на эти стихи наверняка уже есть песня. А он мне пишет. Нет, я знаю автора. И вот поэтому получилось то, что получилось. Поэтому спасибо Славе тоже. Я, может быть, не хотел бы сказать. Ну, ладно, скажу. Спасибо ему еще за одну вещь. В начале декабря 2016 года он мне звонит и говорит, ты знаешь, ну тебя нафиг, говорит. Не надо лететь тебе с ансамблем Александрова. Их и так много. Я говорю, нет, надо. Ну, вот ты понимаешь, никто не хочет туда лететь на Новый год. Я говорю, ах, никто не хочет, тогда я полечу. В селье я полетел 2 января. 25 утром декабря мне начали звонить и интересоваться, был ли я в том самолете, который летел туда. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ и многозвездный наш отель. Апартаменты, экстра-класс, удобство снаружи. Бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрмуарт. Мы видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению, нам в этом небе нет до этикета. Сюда не отдыхать, пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вкачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый валет боевой от напряжения кипиш. Кабина словно дом родной, вот только жаль в ней не поспишь. А хочется очень, особенно на ночи, которые месяц не до сна и не уйдешь. На бюллетень по распорядку здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес и сразу станут в цифре 200 духе всего крест. Прицельный марки тонкий крестик миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и ученьях. Буржуи были против, но случилось. Мы МДЛ по прямому назначению. Нам в этом небе нет аэтикета. Сюда они отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вхалачиваем в цели словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто very good летать по многу им нельзя. У них нормированный труд бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать. С годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть. Хоть убей нам жить в половину их выстрелы в спину. Минуют нас по воле фарта в смерти холодок. Года спустя полетной карты выцвешили сток. Напомнит нам довольно ярко ближний, чем но далекий стали восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но злочкалась. Мы в теле по прямому назначению. Нам в этом небе нет этикета. Сюда они отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вкачиваем в цели словно гвозди по самому прямому назначению по самому прямому назначению по самому прямому назначению. Спасибо. У меня сегодня просто проблема некоторая с горлом. Она не сегодня, она, в общем, случилась немножко раньше. Я пытался как бы себя привести в чувство, но уже не обессудьте, как получается. Вот по предыдущей песне я летал пару месяцев назад туда, вот на юг в очередной раз. Как я говорю, поставил себе галочку, я дал тринадцатый концерт, мое любимое число. Уж извините, кому оно не нравится. Тринадцать концертов я там в Сирии дал и очень рад и думаю, еще больше дам. А потом мы работали уже от той программы, где я работаю на НТВ, программа «Смотр». Мы работали в Кореновке. Пятьдесят пятый отдельный вертолетный полк, прославленный. И знаете, вот с именем Рифата, ну, те, кто знает, это, ну, Рифагать Махмутович Хабибуллин, это, ну, мы все называли Рифатом. Это и там, и там вот с этим все связано. Когда вот случилась эта вся вот, ну, эта трагедия и подвиг одновременно, он мне позвонил где-то за две недели, наверное, до того, как все это случилось. Он говорит, ну, я знаю, что ты все прилечишь, там все споем. К сожалению, когда я прилетел, его уже не было. И вот я сейчас прилетаю. Там вот в Химимиме вот этот городок, который, ну, вот эти кинбы стоят, кинбы эти эти, это блоки, модули, скажем так. И вот уже крайний год там повесили таблички улицы. Улица, допустим, Олега Пешкова и, в общем, ну, тех героев, которые там погибли. и в том числе улица Рифагате Хабибулина. А потом вот приезжаем в Кореновск, а там тоже вот монумент один, школа имени Хабибулина. И больше всего цепануло, знаете, что командир, я его все равно так называю, он по-прежнему летает в своем родном полку. Мы ходим на стоянку. стоянку МИ-8 АМТШ, а на порту написано на рифагате Хабибулина. Вот, то есть его вот этот любимый вертолет, который он всегда любил, хотя он летал много ночем, вот сегодня он там в небе Краснодарского края и не только Хабибулина. Я вернулся. Весь набитый до отказа Я принес их всех на базу всех и сразу Хоть мне трудно на высотах Взял я всех живых трехсотых Три-двухсотых Их принял под завязком В окровавленных повязках Дальше Сказка Что движок не захлебнулся Что я чудом увернулся Я вернулся Знаю, судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверное это моя осень Не участвую в парадах Что мне думать о наградах Напределенно износим Я Ми-8 Я вернулся Кто обскомандовал Мне волен А нахватал Я пуль Довольно Ох, как больно Справа Блистер Мне Разбили Права Кохоти Не убили Сцепили Капитан Что в левой чашке Матерился Было тяжко Мы В рубашках С ним Наверное родились Потому Что Не разбились Возвратились Знать Судьба Моя Такая Тридцать Лет В горах Летаю Я Устал Наверное Это Моя Осень Для Меня Запчасти Ищут Жалко Будет Если Спишут Я Старый Наизносит Я Ми-8 Я вернулся А в салоне Наследили Пятна Буру И застыли Шлангом Смыли Где-то В полночь Я Проснулся Капитан Ко мне Вернулся Затянулся К борту Мне Ладонь Прижал Он И Ладонь Его Дрожала Так Устала Говорил Что Все В Порядке Гладил Мне Рукой Заплатки И Заплакал Вот Судьба Моя Какая Тридцать Летаю В горах Летаю Я Устал Наверное Это Моя Осень Хоть Тяжелая Работа Все равно Летать Охота Пусть По войнам Меня Носит Я Ми-8 Я Ми-8 Спасибо Великий вертолет Легендарный Ну, наверное, многие знают Я все время Ну, я разные истории рассказываю Но вот как-то к этой песне Привязана Ну, если можно так сказать Моя любимая история В свое время Наш Ми-8 Единственная история Из вертолетов вот такого класса Их было два Выполнили посадку на Южном полюсе Доставили туда Директора ФСБ В то время Патрушева Это была очень интересная история Они вылетали С Южного С Южной Америки И Я очень горжусь дружбой С Николаем Федоровичем Гавриловым Есть такой Замечательный человек Генерал-лейтенант Более 10 лет Командующий авиацией ФСБ Герой России Он В общем-то Руководил этим всем процессом И рассказывал Когда они пролетели Этот пролив Дрейка На самом пределе Ну Кто хорошо учился в школе Помнит эти Ребущие Эти Широты Южные Мыс Горный И так далее И вот Николай Федорович Рассказывал Когда Прилетели они уже на станцию То и завтра вот лететь На Южный полюс А все вот такие В том числе и он сам Ну На взводе Потому что Действительно очень тяжело И на пределе И по топливу И по ветру И всякие эти все Нюансы Ну Он мне рассказывает Я, говорит Понимаю, что нужно спать Чтобы завтра утром нормально слететь Но мы все вот такие И понимаю, что никто не уснет Я, говорит Своим генеральским решением Достаю ящик водки И даю приказ Каждому летчику Значит Выпить по бутылке Чтобы нормально спали Естественно Все радостно выпили Никто не уснул И вот Командир второго борта Полковник Не буду называть его фамилию Он Значит В кают-компании сидел Такой Они все, естественно В гражданке летели А с ними летели Представители Ведущих мировых средств Массовой информации Как говорил Николай Федорович Мы все понимали Что это Представители ведущих Мировых разведок Американская там ЦРУ Английская МИ-6 Израильский МОСАД И так далее Вот И вот они подсаживаются К нашему полковнику И начинают там Да мы же знаем Что вы ФСБшники Да нет Мы граждане Да ладно Вот Давай Шутку говорят Но мы понимаем Что в каждой шутке Есть доля шутки Давай соглашайся Будешь работать На МИ-6 Получать Хорошие деньги Тут Да не Ну давай Вот будешь работать На МИ-6 И наш говорит Я работаю На МИ-8 Чтобы вы не думали Что я обманываю Николай Федорович Гаврилов Генерал-лейтенант Герой Российской Федерации Он сегодня здесь Он скажет Что я не обманываю Николай Федорович Спасибо большое Что пришли Я очень рад вас видеть Ну Вспоминая Один легендарный вертолет Конечно же Нельзя не вспомнить Другой Потому что Вот Эти две машины Они Не наверное Они стали одним из Силуэт этих машин Я бы сказал даже Наверное Стали одним из Символов Войны в Афганистане Ми-8 И Ми-24 Сегодня Ми-24 Как говорит Один мой друг Замечательный Александр Викторович Новоченко Говорит Это летающая винтовка Ну вертолетчики знают О ком я говорю Вот Их уже мало В строю Сегодня В основном Меняют Ми-35 Понятно Ми-28 Но еще есть Еще есть Ну я не говорю Про то что У нас в Беларуси В прославленном 50 полку Которым когда-то Командовал Виталий Егорьевич Павлов Я В прошлом месяце Летал с концертом На авиабазу Эребуне Это Ереван Там Наши авиаторы Стоят На Ми-29 И Ми-24 Очень меня впечатлило Что На борту Одного Ми-24 Написано Эскадрилья Имени Ильи Пророка Причем Это так Ну по серьезному Там и на Ми-29 И имена Различных святых Но вот Эти вертолетчики Кстати Очень веселые Ребята Такие Они мне Сделали подарок Я бы сказал Мне очень много Дарят музыкальных Инструментов Ну фортепиано Не дарили Арфы тоже Как в том фильме Арфы нет Возьмите бубен Вот До сих пор Самое наверное Такое Ну губные гармошки Там еще что-то Я помню На 50-летие Мне подарили Дутар Помните Этот фильм Будут одни старики Арфы нет Возьмите бубен Положить в воду Достать Посушить И так далее Дальше заниматься Этим делом Я понимаю Что это очень Длительный процесс Но Пока я думаю Что я попытаюсь Его освоить Да Но Я отвлекся от темы От этой эскадривии Имени Ильи Пророка И вообще От этой машины Замечательной машины Так же Как я сказал Летающая винтовка Лазочки летают Над землей Низка Значит Снова Непогода Будь уже Небо Здесь Полгода Значит Полтора И я живой Натри Умножить За Войной Будут с нами Видно Все на глаз Если мы летим Предельно Низко Это значит Нам так Сыли близко Крайний И последний Этот раз Бог решит Мы верим Он за нас И конечно Верим мы В бою Той что Никогда Не подводило Кто-то Назвает Крокодилом Птичку Птичку Про которую Пою Ласточку Беднистую Мою Подтвердят Нам трассер Расчет Не ошибся Летчик Оператор Нынче он Как в фильме Терминатор Все что Снизу Убирает В лед Наш привет Он тем Не нашим Шлет Скажет Кто не страшно Мол Воронье Нас Втроем Под нимбом У нее Душу Винтокрылую Свою Вместе С нами Ты не Покупила А позвал Кто-то Крокодилом Кто Что Выручает Нас В бою Ласточка Беднистую Мою За спиной Молотит Пулемет Бортовой Наш парень Не из робких Обложился Лентами В коробках Пулеметный Сам себе Расчет Бортовому Общенаж Зачет Надпись Что опасно У хвоста Даже дуракам Ее смысл Ясен Нынче Я действительно Опасен Горный край Меня уже Достал Черт Живописные Места Все года Что вместе С ней В строю Красотой Меня С ума Сводила Что за дурень Кличет Крокодилам Ту Что вместе С нами На краю Ласточку Беднистую Мою Та Пара Папа Та Па Тар Папа Словно Сто Разгневанных Богов Всю на нас Обрушили Свирепость В небе Словно Маленькая Крепость Мы Ведем Огонь Из Всех Стволов Нам Иначе Не Сносить Хелл Вот С нашей Птичкой Мы Не Отвернем Не Проходят С ней Такие Штучки Пережно Держу Ее За Ручки Словно В танце Дружим Мы Вдвоем Мы Танцуем Танго Под Огнем С той Которой Песенку Пою С той Что Нас От Смерти Уводила Я Убью Того Кто Крокодилом Обзовет Любимую Мою Ту Что Выручала Нас В Пою Ту Что Вместе С нами На Краю Ласточку Питнистую Мою Спасибо Знаете Я Наверное Практически Все Песни Когда Пою Я Вспоминаю Или Думаю О тех Людях Которые С этим Связаны Все время Причем Это Помимо Моей воли Потому что Отвлекаться Плохо Я начинаю Спиваться Но при этом У меня Все равно Эти вот Лица Они Крутятся 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 Вот Я уже Сказал Про Александра Викторовича Новоченко Вот А Почему-то Чаще всего Я вспоминаю Своего Замечательного Друга Генерала Константина Анатольевича Шипачева Просто Он Был Первым Летчиком В свое Время В Афганистане Который Ну я скажу Так Грубо Словил Стингер И при этом На Ми-24 Умудрился Посадить Вертолет Так Что Потом Его смогли На месте Там Починить И он Улетел Своим ходом Я видел Эти фотографии Разговаривал С Константином Анатольевичем Конечно Сейчас Он Генерал Значит А тогда Был Старшим Лейтенантом Молодым Парнем Скажем Так Моложе Моего Сегодня Сына Вот Просто Подумаешь Иногда Вот эти Ребята Просто Которым Совсем Немного Лет Которые Ну Как Наши Дети Наверное Если Они Младше Или Старше Что Они Прошли Он Награжден Орденом Боевого Красного Знамени Причем Наверное Даже Не за То Что Он Умудрился Остаться В живых Вернее В том Числе И за То Что Он Посадил Вертолет Они Буквально Через Несколько Дней Туда Приехали На место Где Этот Вертолет Стоял С техниками И начали Его собирать Там Ну Ремонтировать Чтобы Он Улетел Потом Своим Ходом Но При этом Ситуация Развивалась Так Что Душманы Начали Потихонечку Подбираться К этому Делу И Вот Огонь Приближался К Машине К этим Людям Которые Быстренько Пытались Восстановить И Вот Командир Этого Борта Летчик Начал Корректировать Артиллерийский Огонь Можете Себе Представить Авиаторы Вообще Очень универсальные Люди И В общем Артиллеристы Тоже Сработали Правильно То есть В общем Повалили Этих Душманов Кого-то Отогнали Вертолет Сделали Он Летел Константин Анатолий Щипачев Спасибо Что Вы пришли Спасибо Константин Анатолий Вы уж Извините Что Я Так Подробно Так И Было Да Я Был Молодой Старший Лейтенант Командир Звена Людчик Первого Класса Я Уже Сразу Говорю Старший Лейтенант Людчик Первого Класса Ахмени Тогда Было Так Но Вот Здесь Так Получилось Что Присутствует Генерал Сулим Игорь Вадимович Который В тот Момент Когда Меня Поверил Игорь Сверху Прикрывал И вот Мы Раньше Потом Уже Подружились А вот Сейчас Светились Давно Не Виделись Ему Тоже Спасибо И Это Здесь Откро Я Еще Про Игорь Вадимович Скажу Я Просто Сейчас Скажу Что Игорь Вадимович Вот Этот Генерал Ну Шесть Боевых Орденов На Всякий Случай АПЛОДИСМЕНТЫ День Сегодня не задался Я чуть было не проспал Чем Вроде Не гудели Мы Вчера Зацепил Разбил Будильник От Любимый Подзатыльник Ну Ты Маша Доброе Сутро Здоров Видно С позаранку Зря Дневник Я взял У Ваньки В школе Оказалось Он В пике И Шумит Шумит Родная Маша Что Мальчишка Весь Папашу Товарищ Летчик Без царя В башке Точно Летчик Без царя В башке Полчаса Мне до работы Нам до вечера Полеты Командир Навстречу Не к добру Что-то там Не по уставу И за это Он не вставит Что ж такое Нынче По утру Мне в санчасти Пульс проверит И давление Измерит Доктор Скажет Летчик Не грусти Указание Постановка Цели Курсы Обстановка Ты меня Бетонка Отпусти Ты меня Бетонка Отпусти В небе Так Немноголюдно Здесь Спокойно И уютно И никто Не пилит Не орёт Я бы Здесь Пожить Остался В же селёдном Прописался Но уже Четвёртый Разворот Обороты Чуть Убавлю Кран-шасси На выпуск Ставлю Где Тук-тук Не слышу Под собой Лампы Красным Симафором Мне Кричат С панели Хором Парень Четей Совсем Не твой Па-па-па-пам Блин Сегодня Явно День Не мой Мне С земли Дадут Пистон Вниз Доклад В ответ Советы Делай То Не делай Это Шеф Теповит Ласково Держи Танцевать Я в небе Винус Перегрузки В плюс В минус Знакопеременно Всё Как жизнь И совсем Небережливо Самолёт Я в хвост И в грибу Воздух С возмущением Свистит Ты Держись Стальная Птица Нам С тобой Нельзя Убиться Маша Мне Такого Не простит Маша Мне Такого Не простит Вниз Мне С земли Дадут Пистону Хватит Мол Давай Катзону Не дури Параборт Покидать Вот Дается Ты Слышал Милый Помогай Мне Что Есть Сила Хочется С тобой Ещё Летать Ты Сейчас Мне Всех Дороже Я Тебе Наверно Доже И Друг Друга Надо Нам Спасти Ванька Ждёт Меня И Маша А тебя Ждёт Техник Паша Нам Никак Нельзя Их Подвезти Нам Никак Нельзя Их Подвезти Прочь Фонарь Мы На Клисаде Мы С тобой На Брюхо Сядем Нам Во рту Я Сам Себе Устав Ты Как Трактор Пронесёшься В ограждение Откнёшься Борозду На Грунте Пропахав Снег Кругом А мне Так Жарко Страст Пусть Скорая Пожарка Доктор Снова Кружка Спирс Глоток Чёрт И командир Тут с ними Растолкает Их Обнимет Что-то Намекнёт Про Орденок Па-па-па-пам Папам Папам Пашутил Небось Про Орденок Начинался День Как Кума Но Посвистывая К Дому Лупаясь Дуя На Легке Ванька Ко мне Доложит Бойка Что Исправил Кол На Тройку В горизонт Выходит Из пике И Меня Обнимет Маша Принесёт Борща И кашу Нам Твоим По рюмочке Нальёт Как Бы Кто-то Не Старался День Сегодня Все Жудался Мы Вернулись Я И Самолёт Как Я Сильно Не Старался День Сегодня Все Жудался Мы Вернулись Я И Самолёт Мы Вернулись Я И Самолёт Спасибо Светило ярко Солнышко В зените Убитый Грач Обломками Маучил Пищал Комара Чая На Спасителя Ожив Лилётчик Он Не Сообщал Была Надежда Призрачная И Шатля До Смерти Здесь Как В песне Три Шага И Наша Винтокрылая Лошадка Несла Нас Прямо К Чёрту На Рога В это Время Мальчик На Ферраре Носился По Москве И По Пути За Час Устроив Несколько Афорий Пытался От Каишника Уйти А мы Пытались Лёвчика Найти Нам Вроде Как Везёт Но Так Не Шибко Мы Видим Парашют Заметен Бой Нам Дробью Барабаны По Обшивке Но Главное Что Парень Наш Живой Мы Не Поём Безумству Храбрых Песню Играть Привыкли Марш А Не Романс Плечом К Плечу С Любимой Птичкой Вместе Пока Мы Ней То Есть Хотя Бо Шанс А В Это Время По Москве В Укаре Направо И Налево Всем Хамя По Тротуару В Золотом Ферраре Мальчишка Нёсся Голову Сломя Мы Тоже Тут Несёмся Но Дымя Трассеры Всё Небо Украшают Там Снизу Бородатых Прям Аншлаг Что Делать С Нами Боженька Решают Мы Живы Хоть Машина Как Дуршлаг Нам Лётчик Снизу Машет Уходите Держись Браток Ещё Не Кончен Бал Нам Ярко Светит Солнышко В Зените Ты Пан Браток Который Не Пропал А В Это Время Из Феррари Мальчик По Телефону Папу Набирал Коричнику Показывал Вверх Пальчик И звёзды Снять С Вагонов Обещал А Нас Без Обещаний Бог Спасал Со Скоростью Феррари Уходили Где До Нуля Высотомер Мы Нашего Парнишка Уносили А Он Ревел На взрыв Хоть Офицер Мы Слёзы Тоже Тщательно Скрывали А Говорят Летать Мельчаки Мы Пальцы Ему Долго Разжимали Он На них Сжимал Гранату Без Чеки Спасибо Это всё Армейская Авиация Вот кстати Игорь Вадимович Сулим Знает Этого Человека Как Потом Оказалось Ну Я написал Эту песню Совершенно Несколько По другим Поводам Оказалось Вот тот Лётчик Который С этой Гранатой Был Он На том же Самолёте Летал Что Игорь Вадимович Су 17 М3 Герой России Сергей Александрович Соколов Немножко По другому Было Ну Всегда В песнях По разному Хотя Это всё Всё Всякое Бывает Действительно Когда Вот этого Лётчика Подняли Он уже Был Без сознания И Буртехник Ми-8 Увидел Что он Что-то Вжимает Руки Разжал А там Граната Она Выпала Он её Успел Выбросить Я всегда Говорю Жень гораздо Круче Чем Любой Роман Или Какой-нибудь Фильм Я бы Просто хотел Те Кто в армейской Авиации Служили Ну Предстаньте Давайте Мы вам Поаплодируем Ребята Ну Позвольте Мне вас Так Называть Александр Николаевич Вы там Не сидите Авиация Волгвар Это Всё Равно Это Вот Выслуженный Военный Лётчик Александр Николаевич Алишегин Просто Не Ну Я Просто Вот Я О многих Говорил И буду Говорить И так Далее Просто Александр Николаевич Для меня Вот Впечатление Не о том Что у него На Кавказе Боевых вылетов Чур знает Сколько А о том Что Совершенно Мирное Время На вертолете Ми-14 Он выполнял Ночные Посадки На воду Есть Такой Вертолет Ну К сожалению Сегодня их нет Да У нас На вооружении Нет 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 Да Поляки Летают Украина Летает Украина У нас Нет Ну вот Вот этот Человек Вы представляете Себе На вертолете Ночью Сесть На море Ветро Субтитры 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 А зябли А зябли На стоянках Самолет Нас Терпеливо Ждут Мы не идем Погода Прекратила Все полеты И мы к земле Привязаны Дождем Ждем Субтитры 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 Мы на высотке Будто под шатром Ударит шар Бильярдный Словно выстрел И где-то Кононадой Фронта Гром Напомнит нам О том Как мы летали В спинцовых Небесах В дождях Войны Погода Нас Тревожила Едва Летали Только ждали Тишины А зябли На стоянках Самолеты Нас Терпели Лево Ждут Мы не Идем Погода Прекратила Все полеты И мы К земле Привязаны Дождем Ждем А зябли На стоянках Самолеты Нас Нас Терпели Лево Ждем Мы не Погода Терпели Нас Вот бы снять кино, вот бы написать книгу. Я думаю, даже наши внуки и правнуки не узнают то, что делал он и его подчиненные. Я к чему начал эту историю? Завтра просто у них 25-летие выпуска из школы летчиков-испытателей. Так бывает, что человек, который командует целым родом авиацией, еще и летчик-испытатель. Николай Федорович, вы уже извините, что я так подробно. У них завтра 25-летие выпуска из школы имени Громова. Я знаю, что я эту песню завтра буду петь. Я немножко запутался. С чего начинается песня про ручку-испытателей? Наши небесные обители. Правильно. В небесный обитель мы приводим их, как в сад детей. Знаю, для них мы, как родители, куда уж ближе и родни. Мы словно воспитатели, они попытки школьный класс. Они же, как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь, как будто главный приз. И каждый раз, как в первые раза, не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. У царства за небо мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир. Молча спал на романтике, благовольной туда чинам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда станет зародным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и скупых. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. Но в обед они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. У царства за небо мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По краю наставлений ходим, вот еще в тот край найти. Чтоб не было сомнений, вас ли ты мог сказать летит. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить. И в лебеде утекать, как смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильней и умней. Старктивые, рисковые и нету вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками прийти. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. Победать они тоже нас многому учат. И хоть красота есть в солнце и в тучах. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. У царства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат. У царства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Летая на всем, что летать пойти не может. Николай Федорович, вы уж меня извините. Опять все приходит к вам. Следующая песня просто... Я всегда говорю, дай бы Бог, чтобы наша авиация работала только по мирным задачам. Следующая песня, она про вертолет, который очень много боевых задач выполняет. И выполнял... Он навсегда остался в картинках, фотографиях, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС. Именно эти вертолеты, наверное, выполнили одну из главных задач. Сглушили реактор 4-го энергоблока. А я к чему просто, опять же, про своего друга, героя России, Николая Федоровича Гаврилова, потому что он на этом вертолете, в Фетропавловске-Камчатском, на Кафедральный собор водружал купол. И он все время говорит, вот бы только такие задачи выполняли. Вот про этот вертолет-песню. Помню тот солдатик на погрузке Обозвал коровой, вот пижон. Все шутил, внутри, мол, как в кутоске, Что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом Кружат мои восемь лопастей, А под ними сердце, где галопом Скачут двадцать тысяч лошадей. Это мчатся по небу галопом Двадцать тысяч лёгких лошадей. Я ношу в себе живую силу, Как в часпик автобус. Я набит, Где меня уж только не носило, Блистер помутнел, И бог болит. Но когда без дела я кугою, Грустно свесиво восемь лопастей, Есть тапун скучает И тоскуют Двадцать тысяч лёгких лошадей. Рвутся в небо на земле, Тоскуя Двадцать тысяч лёгких лошадей. Странное менял, Пахал как трактор, И в режимах чрезвычайных жил. Засыпал взбесившийся реактор, И пожары сотнями тушил. Штатовский чинук в горах однажды Ввысь подняли восемь лопастей, А если что, Поднимут Боинг даже Двадцать тысяч лёгких лошадей. Если надо и не то, Покажут Двадцать тысяч лёгких лошадей. В небе с экипажем дни или ночи На работе никогда грустить. В левой чашке пилотяга-лётчик, Мы с ним вместе нас не разделить. И окружность в небесах сияет, Что рисуют восемь лопастей, Как в упряжке. Мой пилот сжимает Двадцать тысяч лёгких лошадей. Нежно держит ручкой, Погоняет Двадцать тысяч лёгких лошадей. А того бойца я встретил снова. Я его запомнил, как летел. То, что про меня сказал корово, Вот пацан повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила, Слава богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, Вносили божью коровкой обозвал. Прошептал спасибо на носилках И коровкой божью назвал. Божья коровка, Палетина неопа, Там твои детки Кушу конфетки. Спасибо. Ну, мне что-то подумалось, действительно. Вот и армейская авиация, Да вообще авиация, Те, кто что-то перевозит, Транспортные, Транспортно-боевые вертолёты, Транспортные самолёты. Это, наверное, в первую очередь, Не просто перевозка грузов, А шанс для тех, кто должен жить. Ну, я много этого видел, наверное, Ну, гораздо меньше, чем Те люди, которые сидят у нас здесь в зале. Вот, но тем не менее, Тут мне вспоминается Достаточно совсем недавно. Просто, ну вот мы живём И не совсем знаем О том, что происходит даже у нас в стране. Какие-то, ну, совершаются, Ну, даже пусть не подвиги, Идёт работа, Боевая работа. Там, на Кавказе, Ещё в каких-то местах. Мы работали с телевизионной группой В Моздоке. Опять же, вот, Александр Николаевич Лешебин, он помнит, Мы там вместе Там вот жили. В Мандарины ели. Да, в Мандарины ели. А потом мы с оператором Улетели в Грозный, В Чечню, И должны были уже улетать На Ан-72. Потом, ну, Изменили задание этому борту. Мы полетели В Минеральные воды. Забрали там Трёх-трёхсотых, Как говорится. И вот Вот эта картина, Когда доктора суетятся В хорошем смысле слова Над этими ребятами Во имя полёта Они лежат там Под капельницами, Там кто-то Вообще С аппаратом Искусственной вентиляции Лёгких И они говорят Вот этого мы можем Не довезти. В итоге мы его довезли. Мы, потому что Мы все там вместе сидели. Вот. Песня была написана Не после этого, А раньше. Но почему-то вот Она была написана Именно после полёта На Ан-72 Когда-то, Когда этот рейс Был санитарным. Маршруты пишем В небе над землёй. Посадки словно Знаки препинаний. Устали от внеплановых заданий. Здоровый сон Незбыточной мечтой. Кто бы нам скомандовал Отбой! Домой не успеваю, Позвоню. Скажу жене, Что снова улетаем На север И когда назад не знаем. А сам на юг С ребятами махну. У нас сегодня чартер На войну. Солдатики поднимутся на борт И из земли отправятся в весну. Нас не курортный ждёт, а аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз. Коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки все притихнут, Мальчишки все притихнут, Побелеют. Нормально! Лишь бы кто-то не раскис. Да у нас заход всегда здесь, Как написан. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них Дорогою на береги благих. Солдатиков на борт к нам занесут. Для них теперь так много на гону. Кому-то не судьба и не спасут. Будь брокят, чартер, в чартер на войну. Луна-таблетка в блистере висит. Идем ночной глиссадой к дому вместе. И привода огней. Как будто крестик, Который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь. Что тем не скажет, где вас буря носит? И что за пятна на комбизе? Спросит? Пусть бог простит. Но я собру ей вновь. Скажу, что это кофе, А не кровь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая песня, она тоже новая. Тут... Она вертолётная. Наверное, несколько такая, как сказать, не для всех понятная, тех, кто не связан с... С армейской весной, даже не с армейской, а вообще с вертолётной темой. Тут надо знать много нюансов. Историю конструирования вертолёта, Историю его производства, Которое было развернуто даже не в Советском Союзе, Несмотря на то, что вертолёт был советский. Кстати, нужно разбираться в вертолётном спорте. Видите, какие уже тут у вас задачи. Но по минимуму... Это уже я максимум объясняю. По минимуму, я думаю, что большинство здесь это всё знает, этот минимум. Нужно было бы хотя бы посмотреть один из самых замечательных фильмов Георгия Данелия. Робинзоны Робинзоны нынче в моде Лопастями хороводят И жужжат штумирусом их ног. Ну, а я такой курнос Сверху горб, внизу колёса Прям конёк из сказки. Горбунок Я родился где-то в Польше, но в душе советских больше На работе долгие года. И для тех, кто не порвался В облака на мне собрался В школьной партой стал я навсегда. И пускай я безоружен, всё равно я в небе нужен, Даже если воевать не осуждено Работягой безотказным Я летал и над Кавказом, ну а лётчик был Товарищ Мимино Даже если ветер туча, всё равно мне будет скучно В толочку были те тесточки По прямой маршрут-то мало, я люблю фристайлы с лалом, с лалом. Это точно про медва Я ещё с ведром летаю, в нём воды полно до края, Но не обольют тех, кто внизу Это славная примета Повезёт вам, значит, где-то Может, я куда-то подвезу И пускай я безоружен, всё равно я в небе нужен Я стараюсь, хоть мне часто нелегко От работы не косили, даже по небу носили Мы корову на подвеске свалейко Камар джупоген отспали волейко Небо бросить не сумею Всё летаю, хоть старею Тысяча за мною лётных смен Под винтом сердечко бьётся, тарахтит, но не сдаётся И пристало ныть, ведь я же спортсмен Ну а те, кто помоложе, те, конечно же, дороже Все блестят, как медный котелок Ну а я такой курносый Сверху горб, внизу колёса Как конёк из сказки Горбунок Мне пеняли безоружен, что такой я нафиг нужен И на цепь меня сажали, как в кино Но руками и винтами цепи рвали и взлетали Мы сбегали в небо с другом Мимино Гамар джупоген назвали Мимино Чита Гврида Чита Маргарита Да, я думаю, мне кажется, что сообразили, о чём речь Ну и остальные примерно, по крайней мере, те, кто смотрели этот фильм тоже Ну, эта песня была про исключительно мирную машину Следующая песня про машину исключительно боевую Есть люди здесь, в зале, которые летали на этом аппарате Опять же, вот Игорь Владимирович Сулин, у которого шесть боевых орденов Вадим Сулин Чудиновский, есть? Я не вижу А, вон, я вижу, да Заслуженный военный лётчик России Спасибо, что пришли Воздух августом расплавлен Обратили источник векства Под завеску я заправлен И подвешены все средства И для птиц сирена Воет А пусть элекопаниры Пахнет в воздухе войною А все, значит, миру не до мира Миру явно не до мира Нынче, видимо, до ночи День тяжелый мне маячит Я не нож, но я заточен Под военная задача Коль только как большие лица Не нашли для мира повод Не смогли договориться Значит, я последний топот Я теперь последний топот Музыка И со мною на ровне Эти двое штабо мне Время че на всех часах Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Нам трое адреналина Добавляя неизвестность Не жалея керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятеля Мне сейчас не до каприза Включим главный выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Нам последок днем огромным Огрызается поверхность Контингент И там не промах Повышает нашу смирность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно наполен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроём Через небо на пролом Как на рваных парусах Но это вверх, то снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где-то в небесах Живой оба не убиты Хоть по мне глупили точно И орет им тетя Рита Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое как на меня Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу я в эскадрилью Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочёмся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся Обязательно Вернёмся Мы вернёмся Вернёмся На войне как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтоб не была Держись И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Как в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах В небесах В небесах В небесах